Девочки, подъем! Девочки, Анфиса, Нюрка, Купа, Машка, Генянка, Дыма, Тома, Эвки, Обезьянка, Анкулята. Все, сейчас будем управляться, будем давать. Этих забирать в пятницу, в пятницу, что будет. А этих надо забирать уже сейчас. Этих, 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 анфисы. Анфисы. Как я и говорил, что хочу к этим выходным, то есть сегодня суббота, и думал успеть поварить именно все сетки, поварить все необходимые вот эти, чтобы поросят не выскакивали, покрасить и сделать воду. Я успел это все сделать до субботы, сегодня суббота, но переводить сегодня сюда поросят первую партию забрать от свиноматки обезьяны не буду. Почему? Потому что тут сильный штын краски. И вон стоит такая вот этой краски, что в самого голова кружится. А поросят, думаю, не надо, пускай день второй подсохнет, выветрится и можно. А на то, в принципе, это уже сухое. Это я вчера красил, а сегодня накрашивал кто-то чуть-чуть. Уже с женой. Поэтому, ну, не полностью высох, а пускай лучше, как лучше. По многочисленным вашим комментариям, почитав в предыдущем видео, когда я хотел каждый пролетик варить между труб вертикально, мне посоветовали, Стас, не морочь голову, сделай горизонтально. И у меня, получается, за старого сарая пооставались кусочков, много кусочков труб всяких, шинок, полосок. И я так и сделал. Поварил сантиметров 50-60 горизонтально. Так что за ваши комментарии спасибо принял. Сделал так, как вы написали. И здесь так само. Полосы, которые оставались, я так пустил по низу. Ячейка 10 на 10, 100 на 100 миллиметров. И думаю, будет нормально. Воду тоже начал проводить. Сначала приварил для воды вот такие вот уже готовые запладушки для воды. Вот, к примеру, так. Потом, ну, это как я делаю в основном. Такого типа. И сюда пошло в канистру. Здесь канистра будет висеть. А потом подумал, наверное, так не пойдет. Сделаю. Такой вот у меня есть уже готовый. И сделаю вот здесь. Вот такого типа. На две сразу. Ну, вот примерно так. Сразу на две половины. И туда, и туда. Вода. А здесь канистра идет. Шклана. Вода. То есть это уберу. А сделаю так. Этот сарай. Вот этот именно. Кто еще не в курсе. А то люди добавляются новые. Этот сарай у меня для маленьких поросят. Сделал ватьем. Посадил там каждый выводок отдельно. Что продал. Что оставил себе на откорм. Тут немного поднял. И в откорм дальше. Дальше. То есть. Тут буржуйку эту. Так и оставляю. Вдруг зимой мороз. Или что так. И будет. Это мне буржуйку делал Анатолич. Она все функционирует. Не дымит. Ничего. Греет очень хорошо. Какие-то бревна пеньки закидываешь. Или через верх. Или сюда. И отлично. В принципе. Тут уже все готово. Единственное. Что поставить. Какую-то москитную сетку на окно. И двери закрывать. Чтоб не так муки летели. Потому что по старым сараям мух очень много. А в новом не так много. Там москитные сетки. Шторы на этом. И не так много. Если так. Но. Я бы сказал. Незначительно. Поэтому. Поэтому. В сарае. Вопрос. Закрываем. Будем сюда переводить. Также. Друзья. Сейчас зайдем в этот сарай. Все расскажу. Покажу. И дадим каштану два кабачка. И отвечу на один и тот же вопрос. Почему каштан слепой? Слепые ли от него дети? Ну поросята. Слепые или нет? И вот эти все моменты расскажу. Смотрите. Купил я самого каштана. Но я покупал не одного каштана. Я купил каштана. Каштана брата. Его звали Боцман. И еще одну свинку я себе взял. То есть каштана и свинку я себе взял. А то. Нашему местному свиноводу. Тоже такой самый хрячок был. Звали Боцман. Значит. По приезду моему. Я купил. Когда я покупал каштана. Он был зрячий. Привез его домой. День два. У него проблемы с глазами. И перестал видеть. Я сначала думал. Проблема в том. Что я его типа застудил. Вез. Но все же другие нормально видели. Он же не сам ехал в ящичку. А у каштана такая проблема. И что заключается. В чем смысл. Свинка. Которую я там брал. Сдох. Ну. Не сдох. Я ее дорезал. Но. Была. Оказалась больной. И непригодная к свиноматке. Это раз. Брат каштана. Боцман. Он точно такой как каштан был. Сдох. В первое же лето. Я их привез в марте месяце. По моему. Восьмого марта. И первое же лето. Боцман сдох. Сердце не выдержало. Был не на жаре. Был в нормальном прохладном сарае. В большом сарае. Там жары не было. Просто сердце не выдержало. И сдох. Он даже по моему никого еще не покрывал. Ну. По свиноматке понятно. Я ее вырастил. Она оказалась больной. А каштан слепой. Поэтому. Ну. Получается. Дегенератов от них купил. Поехал в Одессу. Кто знает куда. Это я туда. 750 километров. Промотал на своей машине. И назад. 750. И купил. Там не помню. Или по 2800. Или дороже. Я уже точно не помню. И получилось. Вот так. Ну. Вот как получилось. Я так и говорю. Поэтому. Номера телефона. Где я брал. Я перестал кому-либо давать. И вообще. Я за это все молчу. Хорошо. Что хоть один каштан. Выжил. С этого трио. Там по моему. Убытка была. У меня больше. 20000 гривен. Ну. У меня. И. У свиновода. Которого я брал. Мы брали на двоих. Я. Ну. Я ездил. А брал и ему. И себе. Вот. То есть. Получился один убыток. Ну. Вот этот каштан. Более менее. Нормальный. Поросят. От него. Уже. От него. Поросят. Было. Больше. Наверное. Сотни. Ни один. Поросянок. Не больной. Все поросята. Живые. Здоровые. И зрячие. Ни на один глаз. Ни на нормальные. Обычные поросята. Это по каштану. Рассказал. Как есть. Потому что. Часто. Задаете. Вопросы. Привез. Одних. Дегенераты. Это мне с каштаном повезло. А так. Одни инвалиды. Где я брал. По этому сараю. Друзья. По старому. По старому. Которому. Я хочу. Переделывать. Я говорю. Закончу. С этим сараем. Соседним. Где мы покрасили. Поварили. Сделаю. В вагоне. Крупоружку. И. И потихоньку. Займусь этим. Не спеша. Подрывать. Это все. Убирать. Демонтировать. И заниматься этим. Сараем. Значит. Что я так решил. Почему я так решил. Насчет щелевых полов. Я решил. Ну. Я. Не буду делать. Наверное. Щелевой пол. Из. Железобетонных. Плит. Ну. То есть. Щелевые полы. Плита. Там. Два на пятьдесят. И. Буду делать. Скорее всего. Буду варить их. Из. Металла. Но. Не арматура. Из. Другого. Металла. Там. У меня есть. Пару идей. Посмотрю. Буду. Как будут выкачиваться. И. Как буду выкачивать. Хорошо. Или легко. Это все будет. Ну. То есть. Я все буду показывать. И. Так же. Хочу сказать. Спасибо. Каналу. Школа свиноводства. Это я у них посмотрел. Мне понравилось. Как они переделали свой. Сарай. И. Так самое. Ну. Понравилось мне. Я. Я сделаю. Принцип тот же самый. То есть. Яма. Щели. Но. Не буду делать перелив. Там. Отстойник. И так дальше. Попробую. Сделать просто яму. И. С нее выкачивать. Ну. И. И. По другому сделать. Спасибо. Каналу. Школа свиноводства. Ну. Для того канала есть. Школа свиноводства. А мы. Как ученики. Смотрим. И. Учимся. Канал. Очень интересный. Смотрю. И. Другим рекомендую. А то. Уже не успел я сказать. Что хочу переделать. Уже. Некоторые. Начали. Вот. Они за мной повторяют. Нет. Спасибо. Каналу. Школа свиноводства. У которых. Я. Взял эту идею. Мне понравилось. Как они сделали. Я посмотрел. И. Так само. Хочу сделать. Поэтому. Рекомендую. Канал. Школа свиноводства. Смотрите. Очень интересный. Познавательный. И. Не порожняковый. И. Без всяких там. Ну. Тоже. Другая история. Так. Щель. Сделаю. Трица. Сколько. Делать. Или два с половиной. Или три метра. Самого. Щельвого пола. Ну. То есть. Ямы. Вместе. Тут. Будут бункера. У меня стоять. Ближе к стенкам. Ту-то. Я хочу. Сделать. Там. Там. Хотя бы. Метр. Ту-то. Ту-то. Покупай. Друзья. Все. Субтитры. Ту-то. которых я оставил это 8 штук на откорм и в том новом сарае у меня там еще два дюрка тоже на откорм то есть 10 штук и сейчас в следующем месяце еще оставлю десяток может больше тоже на откорм так я не спеша и с разницей 2-3 месяца чтоб у них была разница и таким образом разведемся расшириться все не спеша и все с головой с умом эти подрастают я это взвешивал было 20 килограмм 600 грамм ну сейчас уже смогу что далеко не 20 килограмм 600 грамм ну я буду тоже так показывать раз в пару недель будете наблюдать это от моего кряка смотрите все зрячие а то все переживает поросята не слепые нет поросята нормально то там проблема не в зрении там другом проблем вот тут а вот простое побелка было красиво беленько все убираем каждый день я еще сыплю опилки чтоб не так она где-то там что-то не так мокро было и яма есть куда жидкости все равно вот так друзья я сам потихоньку потихоньку не спеша пишите мне никуда и расширяю набирая обороты в нужном направлении и вот это говорю что посмотрел именно для откорма у меня вопрос стоит только с откормом как удобно чтоб меньше тягать навоза и в школу свиноводства канал посмотрел и думаю почему бы мне не сделать так сама со старого но более упростить и там кое-что от себя добавить а вообще смысл и идею я позаимствовал у них спасибо им это кстати недалеко от меня живут километром наверное 150 если я не ошибаюсь они из полтавской области а я полтавы от меня я ездил по моим километров 140 это весного направления мяснички садись боря а сидишь давай давай сядь аси кисла хорошо хорошо просылай аську покажи показываю в аська жива-здорова но роет ямы везде более уже перестал рыть но пора тоже помоложе был рыл ямы и сейчас это теперь рует все постоянно они вместе постоянно вдвоем если кто-то чужой погладит аську или что было очень злится и может даже накинулся этот сарай у нас тоже пустой убрано пусто но не побелено можно и сюда отъем делать но я думаю пускай просто будет как бы тоже может что-то где-то как-то сделаем поросят нет и мог нету тоже неплохой сарай для отъема у свиноматки поросят отлично маленький хороший мне очень друзья также хочу показать купила такие вот колеса но это получается два поворотных а два неповоротных то есть эти будут впереди эти будут сзади и вот обычная повозочка такая будет ящик повозка для отъема поросят поросят забрал увез другой сарай поросят забрал покастрировал там крыки хвосты и опять или корма раздавать едешь на тележке корма раздаешь у нас это я брал харьков и 95 гривен одно это по моему 85 а эти поворотные 95 побольше колеса я думал может поболее но я потом туда дальше сделаю колеса побольше там для других целей это будет для поросят тележечка такая я делаю когда будет кто-то из них идти на радугу то есть на мясо будем грузить на большую тачку и вывез и все там прям парализатором не отходя от кассы или где-то и тачкой подвез куда надо на низкой площадке большие колеса ну что по земле по траве то есть такие же все принцип такой же просто сам диаметр колеса ну сантиметров 25 в диаметре ну а пока сделаем так у меня ну что-то придумаем с ящичками уже будут в будущем отъем делать в ящик они бегают как сайгак по два пороса и бегают пять километров чтобы сделать отъем а так я за раз загрузил не спеша перевез другой сара и все тоже идея кто-то написал спасибо за эту идею еще когда я снимал ролик что в тот сара делал отъем тоже как бы подумал да действительно тем более мы работали на катерах ангар строили там все в таких повозочках такие трехугольные повозки они катер кладут и по территории с цеха в цех там перевозят я тогда еще обратил внимание как удобно а сейчас что-то а так у меня к ящику приделываю и поехал как по супермаркету по сараю подходим пакетик будем брать ну и так дальше так что друзья так работаем в обычном режиме всем пока счастливо удачи